итак мордочку мы сделали теперь нужно сделать ушки лапки и хвостик начнем давайте сухо одно я вот уже связала видно как нужно вот разместить его видите вот тут напротив брови верхней части захватить надо немножко раньше чтобы закрыть закрепить нитку а вязать начнем уже столбики напротив так вот захватываем здесь закрепили нить а первый столбик вот мы делаем прямо напротив этого столбика провязали и теперь дальше продолжаем вязать вот назад аж в самый последний ряд идем расстояние вот тут вот между первым и конечным конечной точкой 1 2 3 4 нет три дырочки внутри и две крайние это пятые 5 всего дырочек задействованы вот первую мы уже вошли теперь дальше теперь и так второй столбик так третий столбик наискосок вот сюда пойдем в последний вот этот ряд наш четвертый сюда вот так пятый раз два три в четвертую надо прийти значит можно вот так уже начать двигаться шестой седьмой и вот сюда в четвертую дырочку прихожу восьмой восемь столбиков как и в этом ушке у меня восемь столбиков так и в этом вот они одинаковые раз два три между ними раз два три между ними петля подъема развернулись в обратную сторону вяжем опять восемь столбиков и так вяжем шесть рядов по восемь столбиков по прямой одному из каждой петли все время туда и обратно вяжем довязываем в эту сторону вот тут восьмой петля подъема развернулись и продолжаем вязать в обратную сторону то же самое вяжем шесть рядов это уже вот третий я вяжу и так вот шесть рядов я провязала по восемь столбиков в каждом ряду и теперь мы делаем так первую пропускаем во вторую вяжу теперь семь столбиков будет в этом ряду вязали петля подъема развернулись снова первую пропускаем во вторую вяжем будет шесть столбиков в этом ряду петля подъема развернулись петля подъема развернулись снова первую пропускаем во вторую вяжем будет пять столбиков в этом ряду петля подъема провязали петля подъема развернулись первую пропускаем во вторую вяжем будет четыре столбика в этом ряду петлю подъема сразу в snow 1 пропускаем во вторую вяжем будет три столбика в этом ряду петля подъема развернулись первую пропустили во вторую вяжем 2 столбика петля подъема развернулись первую пропустили во второй вяжем один столбик петля подъема или точнее воздушная петля можно две для того чтобы закрепить ниточку вот так вот закрепили теперь ее вот так если у вас акрил можно прижечь кончик просто отрезать в притык и прижечь если как у меня наполовину шерстью это не получится поэтому я вот протяну его так между петлями и приклею иначе она будет выползать все время на ухе уха болтается в свободном полете поэтому ему лучше закрепиться понадежнее вот такие вот ушки в нашей крюшки так дальше мы продолжим вязать теперь давайте хвостик свежим уже чтобы от этой от мелочей разных избавиться и перейти к ножкам закрепим ниточку вяжем 1 2 3 4 5 6 8 9 10 хватит 10 10 воздушных петель провязали теперь во вторую петлю начинаем вязать столбики 1 2 2 столбика в одну петлю следующую петлю тоже два столбика 1 и 2 дальше снова два столбика 1 и 2 и так до конца ряда по два столбика в каждую петлю цепочки и 2 наш хвостик закрутится кучеряшку вот когда довязали до конца ряда теперь нужно закрепить его вот я закреплю так чуть ниже то есть вот тут вот закреплена это а мы закрепим теперь вот тут вот чуть чуть ниже через одну например петелечку чтобы ширина хвостика как бы сохранила какой-то объемность свою чтобы не в одну точку вот ведь он у меня там закреплен и здесь закреплен теперь кончик нитки прячем внутрь и хвостик у нас вот такой вот получился хотите закручиваете сильнее хотите растяните немножко свободнее будет вот такой кучеревый хвостик ну и теперь уже осталось только но если ушки вам не нравится что слишком сварячи сворачиваются их можно слегка проутюжить они будут вести себя более ровно не так скручиваться потому что вообще имеет свойство скручиваться конечно край а вот если вам кажется слишком сильно чуть-чуть проутюжьте не надавливайте сильно утюгом а так слегка отпарим возьмем иголку подлиннее немножко и заправим ее вот в нее ниточку и теперь вот так вот смотрим на хрюшку снизу так находим центр ее вот он центр у нас получается вот так вот и чтобы было симметрично вот этой стороне где-то вот тут вот у меня должна располагаться вот так вот чуть ниже вот так и должна располагаться вторая нога и вот в этой точке где я буду располагать и ноги вот можно так вот от центра скажем вот посчитать атака если это у меня серединка то вот один два три четыре пять шесть там зашитой семь восемь девятый ряд где-то вот надо начать здесь то же самое вот от серединки раз два три четыре пять шесть семь восемь девятый ряд у меня вот тут получается да значит вот сюда надо зайти наверно тогда закрепиться тут и захватить вот сюда вот где мы делали вот эти вот расширения в первую точку где мы расширили вот из одной пошли две вот где-то тут нужно вывести иголку первую точку расширения и вот так захватить например вот так сюда вы чуть выше где мы зашли надо вот натянуть чтобы увидеть точку и вот так вот нужно ее подтянуть теперь вместе вот образовываем вот такой вот как тут бедро видите вот она лучше выделиться она вообще вывязана у нас но выделяется не очень поэтому вот мы его сейчас теперь вот у . где мы уже заходили иголочкой можно чуть-чуть придерживать чтобы она не убегала следующую вот так вот и здесь вот рядышком сюда тоже делаем полоску вот так уходя вот сюда вот в эту сторону по прямой двигаемся на встречу немножко здесь вот по прямой идем вдоль вот этих расширенных точек а здесь идем вот так вот вот так вот параллельно животу вот то есть здесь вот двигаемся дальше вот так вот следующую точку сюда вот захватываем кончики здесь опять тоже вот тут где расширяли по прямой а здесь вот так сюда здесь вот по одному рядочку идем а здесь выходим вот так сюда по прямой вот этой линии вот эти чтобы так прямая была даже может быть немножко вот сюда делаем прямую линию на которую потом прищется нога поэтому вот как бы чтобы вы знали что вы рисуете рисуйте полоску параллельно животу наверное вот как бы вот если это прямая линия идет вот так то вот это тоже идет ей параллельно ну вот так наверное хватит последняя петля вот это вот где мы расширяли мы ее прижали больше не нужно тут немножечко дожать теперь вот закрепим просто нитку повторим еще раз туда же чтоб нитка не убегала уже и вот получится бедро слишком туго не затягиваем но немножко вот так подтянули все теперь нужно завязать узел и можно нитку не отрывать когда свяжем ногу этой ниткой можно ее и пришить закрепили все вот так подготовили место для задней ноги вот такая видите она здесь шире сюда чуть чуть уже полосочка вот она не соединяется но стремится встретиться вот как его тут видите такая же . подтянуть сюда холофайбера побольше или нет это уже как вы хотите можно не подтягивать можно подтянуть сверху выглядит вот так вот снизу вот так вот полоской которая будет направлена чуть-чуть даже вот так наружу чтобы нога вот шла туда все теперь вяжем ноги будем вязать ногу для этого берем красную ниточку и начнем вязать 1 2 3 все четыре ноги вяжутся одинаково с этого места 1 2 3 4 5 6 столбиков провязали красной ниткой проложим маркер дальше вяжем по одному столбику из каждой петли еще два ряда по 6 столбиков красной ниткой еще два ряда по 6 столбиков красной ниткой я провязала теперь нужно сменить нитку на розовую для этого я сейчас провяжу основание столбика красной ниткой теперь красной нитки прикладываем розовую и закроем столбик вместе двумя нитками закрыли убираем кончик розовой и красную внутрь дальше следующий столбик вяжем уже красной розовой ниткой вяжем 2 провязали кончики надо спрятать внутрь чтобы они нам тут не мешали и продолжаем вязать дальше розовой ниткой по 6 столбиков в каждом ряду еще кроме этого еще 4 ряда всего 5 рядов розовой ниткой по 6 столбиков надо связать для передней лапки и всего 4 ряда розовой ниткой надо связать для задней лапки до этого места они вяжутся одинаково вяжем и так для передней лапки 5 рядов 1 2 3 4 5 я провязала розовой ниткой наполнила холофайбером можно потихоньку понемножку наполнять начинать холофайбером по ходу вязания дальше вяжем 1 2 3 столбика из первой петли дальше вяжем 1 и 2 столбик по одному из каждой петли и снова 3 столбика 1 2 3 вяжем из одной петли дальше 2 столбика по одному из каждой петли и ряд окончен следующий ряд вяжем и так 1 2 3 столбика провяжем вместе 3 столбика вместе провязали следующий дальше вяжем по одному столбику из каждой петли 1 2 3 столбика по одному из каждой петли дальше вяжем 3 столбика из одной петли 1 2 3 и по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда есть и теперь у нас мы получили 12 столбиков и вяжем 2 ряда по 12 столбиков в каждом ряду я провязала вот два ряда по 12 столбиков и теперь нужно сделать вот так полустолбик закрыть закрепить нитку протянуть ее оставить можно подлиннее чтобы заправить иголочку для того чтобы пришить и наполняем холофайбером верхнюю часть ноги наполняем не туго уже вверху вниз здесь поплотнее вверх посвободнее вверху она должна оставаться плоской не круглой провязали и теперь эту ногу нужно пришить пришиваем ее вот тут вот рядом с этой ямкой закрепляем вот так ее сверху немножко вот так вот подвинем здесь и немножечко вот так подвинем здесь вот так вот закрепляем ее со всех сторон вот пришиваем симметрично чтобы она была этой ноге смотрим вот так вот пришиваем эту лапку из внутрь внутри она пришивается вот так как ложится вот так вот и пришивается теперь вяжем заднюю заднюю вяжем снизу начинаем вязать так же как вязали переднюю как я уже говорила красную часть и розовую четыре ряда по 6 столбиков вяжем одинаково вяжем четыре ряда я провязала розовой ниткой раз два три четыре и наполнила холофайбер теперь следует дальше мы будем вязать расширять вот таким образом из первой петли вяжем два столбика дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда получим 7 столбиков в этом ряду провязали следующий ряд опять две петли вяжем два столбика вяжем из первой петли дальше продолжаем вязать по одному столбику из каждой петли до конца ряда получим восемь столбиков в этом ряду провязали следующий ряд продолжаем вязать опять из первой петли два столбика и вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда получим девять столбиков в этом ряду провязали и следующий ряд снова два столбика из одной петли и дальше вяжем по одному столбику из каждой петли до конца ряда получим 10 столбиков в этом ряду провязали следующий ряд мы будем убавлять для этого сейчас вяжем один два три столбика пучком дальше по одному столбику из каждой петли вяжем до конца ряда получим восемь столбиков в этом ряду добавим холлофайбера наполняем плотно потому что когда довяжем потом еще немножко подтянем наверх так наверное и теперь следующий ряд продолжим опять убавлять вяжем один два три снова столбика провяжем вместе дальше вяжем по одному из каждой петли получим 6 столбиков в этом ряду провязали и теперь все 6 столбиков собираем пучком точнее 5 из них провязываем все на одну петлю провязали нитку можно отрезать по длине чтобы пришивать если у вас ее нет хотя мы здесь вот когда закрепляли у нас там для задней ноги нет как как раз есть так что здесь можно не оставлять вот такую получили часть ноги задней и теперь ее прикладываем вот сюда в этот вот в эту ямку вот таким вот образом бугорочком этим вверх суставом коленом вот и вот так прикладываем на край сюда где вот на нет уходит вот эта ямка вот и она как бы с ней вот так вот совпадает вот так вот ее и надо решить вот так с этой стороны закрепить отсюда а здесь закрепить вот до этого места тоже где-то вот так вот вот и по кругу пришиваем с этой стороны и с этой закрепляем чтобы она как бы хорошо держалась вот устойчиво вот таким вот образом видите вот она пришита у нас с двух сторон пришиваем обе лапки ну и собственно поросенок готов можно конечно ему еще какой-то бантик на шею или цепочку сделать или украсить каким-то цветочком или листочком вот такой вот очень розовый поросенок у нас получился который любит полежать на таком мягком теплом листике вот такая хрюшечка если вам понравился мастер-класс ставьте лайки приглашайте друзей и вяжите на радость себе и близким скоро новый год хрюшку надо задобрить надо связать ее и подарить близким чтобы хрюшка была в доме и чтобы погладить ее и она бы была к нам благосклонна подстелим лепесточек и положим я помню я помню но мы 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 вы ет